Всем привет ребята, добро пожаловать на канал Счастливый Кролик! И сегодня я расскажу и покажу, как получить инстинкт В2, или развитую форму воленаблюдения, которая обязательно поможет тебе в пвп битвах. Ну прежде чем мы начнем, не забудь подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Спасибо тебе большое за твои комментарии, ты просто супер! Чтобы получить инстинкт В2, у вас должен быть доступ в третье море. Ведь именно здесь вы сможете сделать воленаблюдение В2, совершив определенную цепочку квестов. Первое требование на получение инстинкта В2, игрок должен быть 1800 уровня или больше. Если вы соответствуете этому требованию, то смело отправляйтесь на остров черепахи. Здесь вам надо выполнить цепочку квестов у горожанина. Горожанин находится сразу же возле особняка. Первым его заданием в квесте будет убить 50 лесных пиратов, которые угрожают городу. Эти пираты находятся возле особняка и убить их будет очень даже простой задачей. После убийства 50 лесных пиратов возвращаемся к горожанину. И теперь поговорив с ним, мы получаем второе задание. Убить лидера пиратов. И это капитан Слон, который тоже находится недалеко от особняка с левой стороны. Убить капитана Слона будет не очень простой задачей, так что не расслабляйся. После убийства босса возвращаемся к горожанину. Теперь он просто рад, никто теперь не угрожает его городу. Также взамен мы получаем информацию о том, что лидер пиратов спрятал сокровища где-то на острове. И сейчас я тебе покажу, где именно они были спрятаны. Если двигаться от особняка все время прямо, то мы упремся в стенку, где рядом находятся три прекрасных мухомора. Вот именно здесь и спрятано наше сокровище. Надо просто сломать стенку и зайти внутрь. Открыв сундук, мы получим шляпу мушкетера. Но самое главное, что мы получаем титул главного героя. Теперь мы можем отправиться к следующему NPC, чтобы выполнить еще одну цепочку квестов на получение воли наблюдения в 2. Следующий NPC, с которым мы будем взаимодействовать, называется Голодный Человек. И находится он также на острове Черепахи среди ананасов, а именно на дереве в ананасе. Поговорив с Голодным Человеком, наша жизнь может развиться двумя сценариями. Первый сценарий положительный. NPC Голодный Человек поговорит с вами и вы начнете выполнять у него квест. Но также есть и второй сценарий, не очень положительный, если он вам ответит слабак. Так давайте же вначале об этом и поговорим. Итак, что же подразумевается под выражением уходи слабак? Это значит, что вы еще не уклонились 5000 раз в игре. Уворачиваемся мы, когда используем инстинкт или волю наблюдения. Чтобы проверить, сколько раз вы уклонились, вам надо отправиться в первое море. Там, где все начиналось. А именно, к мастеру, у которого вы купили волю наблюдения. Как мы помним, мастер воли наблюдения находится высоко в облаках. Чтобы до него добраться, придется потратить чуть-чуть времени. Попав к нему в храм, поговорите с ним и узнайте, сколько раз вы уклонились. Самая лучшая тактика по зачислению уклонений. Подойдите к NPC, включите волю наблюдения. После того, как он сбил вам волю наблюдения, отбегите на безопасное расстояние и выйдите с сервера. Зайдя снова на сервер, у вас накопится воля наблюдения. Теперь опять ее включив, подбегаете к NPC. Он ее сбивает. Отбегаем и опять выходим из сервера. И так далее, пока мы не накопили 5000 уклонений. Но если ты, конечно, никуда не спешишь, то просто продолжай играть, используя волю наблюдения. И ты обязательно достигнешь 5000 уклонений. Итак, у нас 5000 уклонений. И прежде чем говорить с голодным человеком, убедитесь, что у вас есть в кошельке 5 миллионов Белли. Потому что именно столько вы заплатите за волю наблюдения В2 после выполнения квеста. Если у вас нет 5 лямов, то даже не начинайте квест. Смысла нету. А просто бегите и копите денежку. Выполняя другие квесты и просто убивая мобов. Итак, у вас есть 5000 уклонений и 5 лямов в кошельке. Все супер. Можно приступать к выполнению квеста у голодного человека. И он, конечно же, хочет кушать. И попросит тебя найти что-то вкусненькое. Что-то вкусненькое это 3 фрукта, которые ты должен найти в третьем море. Что же это за фрукты? Первый фрукт находится сразу на острове Черепахи возле ананасов, на вершине холма. И это фрукт яблока. Если ты подбежал сюда и здесь ничего нет, просто постой и подожди возле этого дерева и скоро наше яблочко появится. Потому что время спавна у этих фруктов очень даже быстрое. Отправляемся за следующим фруктом в локацию Великое Дерево. Кстати, фрукты вы можете собирать в любой последовательности. Никакого влияния на квест это не оказывает. Ваша главная задача собрать 3 фрукта и не умереть. Вот и все. Итак, наш второй фрукт банан. И он находится на вершине холма, который расположен возле острова. Здесь среди деревьев вы найдете ваш заветный бананчик. Второй фрукт у нас в кармане. Отправляемся за третьим. И третий фрукт это ананас. И находится он в портовом городе. Фрукт ананас находится на прилавке возле магазина. Если его там нет, то подождите пока он заспавнится. Значит кто-то из игроков его уже схватил. Итак, мы собрали 3 фрукта. И даже нету смысла отправляться к голодному человеку. Потому что если вы сейчас к нему отправитесь, он скажет. Ты молодец, собрал мне 3 фрукта, но я придирчивый человек. И хочу кушать эти фрукты только с тарелочки. Представляете, какой голодный человек. Так вот, ваша задача отправиться снова к горожанину. И он вам найдет очень даже прикольную мисочку. В которую вы положите фруктики. И сможете их отнести к голодному человеку. Конечно, если по пути вас не убьют. Потому что на острове черепахи очень даже много охотников за баунти. Все прошло благополучно. И вы пробрались в ананас, где обитает голодный человек. Теперь ваша задача отдать ему тарелку с фруктами. И заплатив 5 миллионов Белли, вы получаете инстинкт В2. Поздравляю! Теперь с помощью инстинкта В2, вы можете легко просканировать своего врага. И понять, что он будет использовать против вас в ПВП битве. В общем, инстинкт В2 даже очень полезная штука. Так что копи деньги, выполняй квесты и обязательно получи его. Надеюсь, теперь у тебя не осталось вопросов, как получить волю наблюдения В2. Так что ставь лайк, подписывайся на канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. С вами был Счастливый Кролик, всем добра, пока-пока.